Добрый вечер! Добрый вечер! Рада вас видеть, что вы сегодня в такой дождливый и свежий июльский день нашли время для того, чтобы приехать сюда пообщаться. Меня зовут Виктория Далиева, я менеджер компании НЛ. Постараюсь быть не очень многословной по возможности и за ближайшие 15-20 минут рассказать вам о том, что я люблю в этой жизни. Возможно, это вам откликнется и будет интересно. Знаете, за свою довольно длительную жизнь для меня, например, был важный вопрос вообще, а как в этой жизни сохранять молодость, красоту и здоровье? Вот для кого-то из присутствующих этот вопрос был когда-то, может быть, важен в жизни или сейчас важен? Всегда. Всегда. О, отлично. Значит, мы с вами в некотором роде единомышлены. И я в своей жизни вот что-то искала все время для этого. То есть я искала какие-то там методики, зарядки, диеты, продукты. То есть я проходила какой-то, ну, путь, потому что мне было понятно и очевидно, что нам для того, чтобы, ну, сохранять вот это все, да, нужно что-то сделать, да, очевидно же. Знаете, меня какая вещь бесила всегда? Это поговорка, которая есть у нас. По этой поговорке, если вам больше сорока лет, вы проснулись утром и у вас ничего не болит, значит, вы углыли. Меня она просто, я думаю, что же это такое, что же так люди себя странно программируют, да. То есть мне всегда казалось, что это нормально, чтобы человек сохранял там молодость, хороший уровень энергии, там, настроение утром хотел жить. Не важно, 30 ему, 40, 50 или 60. Вот как вам близко это или... То есть тоже не очень, да, поговорка. И я в этой жизни все время что-то для этого искала, да, поэтому я сейчас этот свой длинный путь опущу. Но я уже давно поняла, что на самом деле очень важным элементом в этом является то, что мы пьем, едим, мажем на себя. Но это по большей части касается девочек, конечно, потому что мальчики на себя, ну, редко пользуются косметикой даже уходы, хотя такое тоже бывает, тем не менее, да, то, чем мы моемся. То есть замечали, наверное, да, что взяли какой-то шампунь, например, купили в магазине, помыли голову и как-то не очень было сам, ладно, да, взгрустнулись они. То ли они спутываться начинают, то ли голова начинает чесаться, хочется же, чтобы он как-то красивее, волосы, да, хорошо выглядели. И поэтому мы начинаем понимать, что для этого что-то надо делать. То есть раз уж нам досталось вот такое замечательное тело, надо за ним каким-то образом ухаживать, заботиться, да. То есть как мы о нем можем заботиться? То есть мы можем дать ему, наверное, что-то лучшее для того, чтобы оно жило, да. То есть ухаживать за ним, кормить его, поить и ухаживать, да. Вот я многое в этом плане для себя в жизни искала и пробовала, и так вот получилось, что, ну, как бы судьба, она свела меня неожиданно вот с магазином и на устро. Я просто сюда попала, и вначале, как любая девочка, я увидела красивый магазин, полки полные каких-то там продуктов, мне тут сказали, что это интересно, экологично. Я стала в этом разбираться. Разбиралась я, ну, скажем так, несколько месяцев, мне это было интересно. И я, ну, поделюсь какими-то, вот, своими, знаете, любимыми вещами, которые стоят на полках. Вдруг вам будет интересно и полезно. Обо всем рассказать не смогу, но расскажу, пожалуй, о нескольких вещах. Все моем посуду, да, моем посуду, моем. То есть, иногда смотрим телевизор, там реклама каких-то средств. И нам предлагают что-то взять, помыть, и даже говорят, что оно не смывается, сколько-то стоит, ну, сколько-то там тарелок смывает, да, у нас, то есть, ну, вроде эффективное средство, да. Я, кстати, тоже так думала, а потом как-то стала, ну, знаете, вчитываться в состав. У меня есть такая особенность, я люблю читать этикетки. Когда я стала читать этикетки, то я поняла, что те средства, которые мне предлагают, ну, как-то не очень, да. Хозяйственная мола меня тоже не устраивала. И вот в магазине я нашла вот это замечательное немецкое средство. Немецкому качеству я довольно давно доверяю. И обнаружила, что это средство, оно одно из целой линейки. И как оно работает? То есть, оно позволяет вам очистить посуду, абсолютно не оставляя на ней никакой пленки. Оно очень экономично, и что у меня лично подкупило, что в Германии это средство разрешено использовать для мытья детских бутылочек. Я для себя четко поняла, если в Германии им разрешают мыть детские бутылочки, да, для младенца, значит, я точно могу его использовать. Еще было очень кайфово, кстати, что его хватает, ну, моей семье его хватило где-то месяцев на год. Вот только вот бутылочки, да. То есть, меня это средство удивило. То есть, я, как любая девочка, но я стала какие-то там продукты для себя исследовать. И это стало одним из моих любимых продуктов. Потому что я поняла, что я могу пробежать, например, да, помыть этим руки, например, да, знаете, ну, то есть, тоже моим рукам ничего не будет. Это будет абсолютно мягкое, нейтральное, с природными компонентами, нет никаких SLC-компонентов, которые бы, да, высушивали там каким-то образом, обезжиривали какой-то преступно, каким-нибудь, знаете, варварственным способом. У нас есть такой компонент от SLC, кто-нибудь слышал, сталкивался с содиумом лорио-сульпатом? Не слышали меня? В химической промышленности используется. Кстати, очень популярно средство, которое входит в состав моющих средств, как моющих средств для посуды, для пола, зубных паст и шампуней. Чем оно хорошо? Оно очень сильно обезжиривает любую поверхность. В автомобильной промышленности используется. Чем оно хорошо? Оно в небольшой даже концентрации практически под ноль полностью смывает жир. И было бы вроде бы как хорошо, да? Но представьте, если мы полностью обезжириваем свою кожу, когда мы, например, моем волосы, или когда мы принимаем душ, или когда мы, а знаете, я когда подумала, что же происходит с поверхностью, у моего рта и зубов, если это есть зубная паста. Ну, я когда задалась этим вопросом, мы поняла, что ничего хорошего. То есть практически все, моя естественная липидная мантия, которая есть на моем теле, и те бактерии полезные, которые есть внутри моего рта, а мягогрем от этого не очень хорошо становится. То есть, знаете, как выжженное поле. Кстати, это та причина, по которой мы иногда используем какой-то шампунь и понимаем, что да, как-то волосы не очень хорошо себя чувствуют. Потом нам нужно очень много каких-то там кондиционеров использовать, что волосы пересушиваются, пересушиваются, перхоть, да, сталкивается, у нас появляется. И, кстати, это важный момент, я искала средство безососное. Я его нашла, одень бутылочки у нас, к сожалению, не оказалось под рукой, но это тоже линейка немецких профессиональных шампуней. И благодаря ей получается так, что вы можете составить у себя очень компактный уход прямо дома, по сути, профессиональную спа-линию по уходу за волосами. То есть без SLC, без парагенов, прекрасные ухаживающие компоненты, и там находится коллаген. Коллаген – это такая штука, которая, ну, это не очень термин, да, наверное, научная штука. Это, наверное, он такой не очень научный, но, значит, как есть, как есть, я не врач, поэтому не уможен. Вот, поэтому у нас будет чуть позже врач, она будет более точными терминами выражаться, научными терминами. То есть это компонент, который на самом деле очень важен для нашего организма, для практически всех его тканей. Он позволяет нам удержать форму, быть упругими, крепкими. Это касается мышц, костей, это касается волос. Поэтому, получая в шампуне коллаген, мы не просто очищаем, да, волосы, мы за ними еще ухаживаем, мы их питаем. В чем кайф этой линейки? Те, что вы можете собрать себе профессиональную линейку для ухода за волосами сами и не тратить огромное количество денег на каких-либо там стилистов, на какие-то спа-процедуры в салонах красоты. Если вы обращались, то знаете, там, например, там, эта процедура, она может стоить 2, 3, 5 тысяч курсовые процедуры. Я как-то здесь считала с одной своей знакомой, выяснила, что вот этими курсовыми процедурами она где-то тратила, ну, так вроде как бы, на год если разбросать, то не очень. А так получалось, что это было порядка 30 тысяч рублей в год. Что очень убьет по карману, да, чтобы иметь красивые волосы. А здесь вы берете несколько средств, у нас, по-моему, самая дорогая позиция из шампуней, если не изменяет память, это 690 рублей. И шампуня вам хватит где-то, ну, вот прямая линейка волос хватает где-то месяца на 2-3. Поэтому если волосы более короткие, то вам хватит где-нибудь, ну, где-то на полгода. Некоторым мужчинам хватает и на год, я таких знаю, из присутствующих. Ну, сколько раз в день, в неделю у вас волосы? А это вот, кстати, это очень хороший вопрос, кстати. Когда я начинала пользоваться, да, я заметила, что я вот волосы мыла раз, ну, где-то в 3-4 дня, потому что они пачкались, у меня довольно быстро. А когда я стала использовать этот шампунь, я обнаружила, что совершенно спокойно я могу мыть волосы раз в 6-7 дней. Можно я скажу? Я вот сегодня заметила, я недавно начала их пользоваться, ну, буквально месяц, меньше даже месяца. Вот, купила, кстати, подарочные. И купила вот шампунь и медовую маску. И заметила, вот обычно у меня всех шампуней, даже в шампуне в Индии покупала, такие, знаете, на голове вот такие шишечки такие. И тут я заметила, что их нет. А вы, почему шишечки были, как думаете? Да, что-то было. Сейчас, просто буквально месяц, и я случайно сегодня как-то так... Да, это вариант перхоти, это вариант либо перхоти, либо, знаете, как прыщики начинают высказывать. Не прыщики, а как-то вот как шишечка такая. Если ее просторапать, там как-то даже до крови, как-то она просто как-то такая вот шишечка на голове. Она не ничего мне не это. То есть это воздействие агрессивного моющего средства на кожу волоска. А сейчас я заметила, что как-то так раз, случайно, а шишечек-то нету, они почти пропали. Шампунь от шишечек. Да, практически. Знаете, меня шампунь чем поразил, потому что, ну вот я в свое время делаю попытки, знаете, как про шиши, вот этот долгий путь, я делаю попытки сама делать косметику и средства по ходу за волосами. И я обнаружила, что, например, в этом шампуне такая же основа, как в органических шампунях, которые приходится делать руками, покупать много компонентов. Они, на самом деле, не являются настолько результативными, то есть, ну, основа хорошая, но не хватает вот этих вот полезностей, сколько бы ты их ни добирал. Знаете, я вот уже в свое время думала, что лучшие вещи я могу сделать дома, своими руками. Но оказалось, что нет, есть такие современные технологии, которые позволяют из натуральных компонентов сотворять намного более, скажем так, работающие вещи. Поэтому в состав шампуня у нас помимо коллагена входит полисахариды, которые дают волосам энергию, входят витамины, и шампунь можно подобрать по типу волос. То есть, ну, скажем так, к каждому типу волос добавлены определенные полезности. То есть, например, там, экстракты пшеницы. Если шампунь, например, от перхоти, то определенные травяные компоненты, которые позволяют там в течение месяца эту проблему снять. Плюс есть еще специальные, там, спреи для волос, там, спреи от перхоти. То есть, практически любую проблему с волосами можно при помощи этой линейки решить. Причем, самое важное, что она не лишит вас большого количества денег. Вот это важно. То есть, по сути, вы за очень бюджетные деньги получите уровень спа-ухода. И если уж мы говорим про уход за волосами, то я не могу и сказать, сейчас у меня уже времени немного, я расскажу еще про косметику для лица. Вот это продукция, которая меня просто вообще поразила, могу сказать честно. Продукция отечественная. Потому что я, на самом деле, много попробовала разных производителей. Мы все обычно, знаете, девушки, да, думаем, что, кстати, обычно лучший производитель-то французский. Вот кто долго думал, что лучший производитель косметики, а не французский. Ну, я тоже, я тоже думала, что какие-то французские кремы какие-то, там вообще уже какие-то лаборатории, там вообще супер все. Да, я смотрю в этом направлении, там всякие, ну, все, что там продается в риф, боши, а не только. А потом, знаете, у меня был такой период жизни, когда я им пользовался, потом я стала учитать состав. Вот, я стала учитывать состав, и я поняла, что наряду с очень полезными компонентами, там есть крайне неполезные компоненты, благодаря которым все это добро хранится, там, ну, 5-6 лет. То есть, хорошая, знаете, свободность. А запас лет от крема может унижать долго. То есть, производителю выгодно, а мне как-то не очень. Вот, и когда я там, точно так же, после всех этих перипетий с собственными, знаете, кремоварениями познакомилась с продукцией, которая стоит на полке, я, конечно, была удивлена. Так, у нас, да, никакой данный у нас нет, к сожалению, но, тем не менее, да, можно увидеть в магазине. На чем основана эта косметика, да? Знаете, вообще, у нас в России люди вообще славились всегда чем? Вообще, очень-таки, бошенными изобретениями. Оказалось, что у нас есть в России такая организация НПО Вектор. Она всегда работала на оборону. А, я вот еще тогда четко понимала, что люди, которые работают на оборону, они всегда создают все самое работающее. Потому что, ну, там требования соответствующие. Там нельзя сделать что-либо плохого качества, да? То есть, опять же, не расстреляют, но, скажем так, да, этот продукт не будут использовать. Поэтому, что касается этой косметики, то есть, у нее в основу легли два изобретения, которые сделали вот эти вот наши оборонщики. И первая из них – это липидная основа. То есть, не секрет, да, что наша кожа нуждается. Она нуждается в питании и нуждается в защите. Она еще нуждается в влажнике. Поэтому те средства, которые мы используем, они должны быть много компонентами здесь. То есть, если мы просто на лицо намажем там сметану или там, не знаю, там маску из клубники, то в лучшем случае там она нас защитит может быть от ветра или немножко чуть-чуть увлажни. Но внутрь эти компоненты, вот все, то, что мы хотим получить из сметаны и без клубники, они не пройдут. Почему? И в том, что наша кожа – это защитный орган. Только это защитный орган, она производна защищать и не пускать ничего туда внутрь, внутрь нашего организма. И вот это вот изобретение, первое, о котором я говорю, это липидная основа, которая помогает, собственно, вот пройти через эту защиту кожи. Что такое липидная основа? Это производная из натуральных жиров, которые наша собственная кожа воспринимает как жир и пропускает внутрь глубокие слои кожи. То есть это, знаете, некий такой транспортер, который не замусоривает нашу кожу, а является, вот эта липидная основа сама является питанием уже для наших клеток. Плюс. Второе изобретение – это то, что закачали в эту липидную капсулу. Это изобретение называется целых год 57. Это 57 компонентов, которые нужны клетке для того, чтобы она их использовала, то есть и ела. Ну, буду выражаться проще, да, у нас клетки тоже едят. Вот чуть позже об этом нам больше расскажет доктор, что нам нужно для питания наших клеток. И в этот комплекс целых год входит только 21 аминокислота. То есть я когда об этом узнала, я была поражена, потому что на самом деле, да, мне это стало более-менее в диетологии, нет, мы знаем, что нам нужны аминокислоты, нам нужны белки. И 21 аминокислоту получить за день, ну, это практически, ну, это прям, ты очень молодец, вообще еще как. А здесь в косметике, то есть в косметике через крем я эти аминокислоты уже получаю. Это меня поразило. Плюс туда входят витамины, полисахариды, туда входят масса, там, компонентов растительного происхождения. Плюс, например, для девочек, которые, ну, хотят, чтобы морщин не было, чтобы у нас, ну, морщин стало меньше, да, чтобы они стали менее заметными, и у нас их вообще не было. Ну, скажем так, для девочек от 30 плюс туда еще входят компоненты очень ценные измененного яма, которые, те морщинки, которые есть, если они мелкие, то они их релаксивуют. Знаете, это такая, я поняла, что это, знаете, очень классная альтернатива ботоку. Потому что боток, ну, все уже, знаете, как-то начинают от него отходить уже по большей части в Европе, потому что начинают понимать, что он очень токсичен, да, он, конечно, блокирует у нас морщины, но, тем не менее, он у нас очень замусоривает организм. А вот эта вот косметика, она является, по сути, естественной и доступной альтернативой еще и ботоку. Если вы день за днем этот крем используете, получается, что вы клетки своей кожи кормите, и день за днем вы наблюдаете, что ваша кожа, она начинает выглядеть не просто более ухоженной, начинает светиться изнутри. И где-то, ну, скажем так, месяца через два, если люди вас видят, ну, если вам, а если вам где-то до 30, то и через месяц люди останавливают вас, те, кто вас давно видели, говорят, слушай, что-то здесь было с лицом. Ты где-то была на курорте, может быть, это была на мальдивах, или ты, может быть, какие-то процедуры вообще чудесные делал, поделить, да. То есть вот такая вот косметика. Поэтому рекомендую обратить на нее внимание. И вот эта линейка, она позволяет тоже, собственно, по сути, подобрать уровень ухода за собой, который, ну, я не знаю, я даже вот салонные какие-то уходы не могла бы с ней сравнивать. Потому что она не дает никаких вредных каких-то побочных действий, да, она содержит полностью только натуральные компоненты. То есть это то, чем можно пользоваться абсолютно безопасно. И то, от чего можно получить очень быстрый эффект. То есть через месяц-два без всяких каких-то специальных процедур ваше окружение вас не узнает. Поэтому у нас есть линейка для женщин, есть очень небольшая локальная линейка для мужчин, потому что они, видишь, обычно за кожей ухаживают, но они подворовывают что-то у нас. Поэтому есть средства для ухода и за телом. То есть можно и принять гель для душа, и себя не пересушить. То есть практически вы можете полностью подобрать уход для своего тела по цене, ну, скажем так, знаете, я не знаю, с какой бы маркой бы сравнили. Знаете, это такая марка Натура Сибири, короче, такая массовая. Продают универсамов, каких-то магазинчиков. Вот по цене сопоставимый с Натура Сибири. Потому что, ну, цена вопроса ведь тоже важна, да. Если вам сказали, что есть прекрасный крем, но он стоит 7 тысяч, вы бы, наверное, подумали, да, могу ли я, если это позволить. Если этот крем стоит всего лишь тысячу, да, то это совершенно другой вопрос. Да, ты покупаешь и понимаешь, о, здорово, это так роскошно, я еще себе это могу позволить. Это очень понятно, да. Поэтому, ну, наверное, мои где-то минут 20 уже истекли. Очень долго продолжать не буду. Потому что есть, конечно, замечательная еще у нас линейка и биологически активных добавок. Вот этих вот волшебных, не бывает, этот слов, коробочек, я не буду касаться, потому что это было бы слишком долго. Доктор с этим справится лучше, чем я. А вот я немножко расскажу про линейку БАДов. У нас есть еще линейка БАДов. Знаете, вот я, кстати, тот человек, которому, когда... Результаты где-то какие-то? От всего того, что у меня я использую. Ну, смотрите. Я просыпаюсь утром, и я радуюсь тому, что наступил новый день. Потому что у меня хорошее настроение, у меня есть энергия, чтобы встать и заняться тем, чего я хочу. То есть меня посещают желания. То есть я просыпаюсь и думаю, а чего бы я хотела сегодня понять, что у меня есть дела какие-то. А чего бы я хотела сделать вообще еще такого вот, ну, что-то в этот день. Чтобы пережить его, получить радость. Вот знаете, я, знаете, у меня вот такие желания, они были в глубоком детстве. Такие мне было довольно длительное переживание, когда мне не хватало на них. И вот, когда я стала пользоваться вот этими замечательными вещами, я поняла, что это ко мне вернуется. Плюс, в мои 49 лет все эти продукты, они позволяют мне вообще не думать о том, что у меня где-то что-то отложится лишнее. Они позволяют мне не использовать никакие ботоксы там. Я не хожу к профессиональному косметологу. Я не хожу к специалисту, который бы втирал мне что-то в голову, да. Вот я вот делаю что-то с волосами по специальным ботам. Не оставлю там массу денег. Я имею суставы, которые не скрипят. Я имею мышцы, которые мне позволяют пройти там в день 10 километров совершенно спокойно и не чувствовать какой-то там тотальной усталости. Вот, пожалуй, что еще на самом деле. На самом основном не перечислено, мне кажется. Да, я тут боюсь, я не знаю. То есть, это как-то внешне можно вам не сказать? Да, нет, на вылечке. Намек, я поняла. Врач, он смотрит в эту сторону. Слушайте, я вообще об этом даже не помню. Знаете, я забыла о том, что человек может болеть. Я туда заходила покупать ватные диски и палочки. Вот в аптеку я заходила как-то. Буду честна, да. Так, я не заходила в аптеку ни за чем. Лекарство кушает. Да, кстати, моей матери 73 года. И в 73 года она не использует ни одной таблетки. То есть у нее перестала болеть голова. То есть у нее масса была каких-то хронических заболеваний. Я, естественно, хотела как-то поддерживать ее, чтобы она жила намного, ну, как любая душа, жила намного дольше и была намного более здоровой. И я какие-то средства для этого искала. Но я обнаружила, что, в принципе, человек может просто пить чай, есть какую-то еду и принимать, например, вот эти замечательные омега-3. И чувствует себя очень хорошо настолько, что люди с подозрением на него смотрят и говорят, наверное, это генетика. У него вчера один человек говорил, слушай, ну твоя мама такая генетика. Я говорю, слушай, а у нее еще трое братьев и сестер. Двое из них, к сожалению, уже этот мифакт похинули. А еще одна сестра, ну, на каждый день у него с такой горстью таблеток. Поэтому вопрос, у них одна и та же генетика. Он говорит, слушай, ну, наверное, да. Я говорю, а в чем тогда разница? Он говорит, ну, наверное, действительно, в этом что-то есть. Вот поэтому я тоже, знаете, я понимаю, что в этом что-то есть. И на этой хорошей ноте я хотела бы пригласить. Принимаю с пафетой. Датяна Сергеевна, пригласила. Спасибо большое, Виктория. Врача, будешь на меня? Хорошо. Тогда вопрос, что же такое генетика, да? Хороший вопрос дала Виктория. Кто знает, что такое генетика? Ведь от генетики все зависят, да? Здоровье и отсутствие здоровья. Правда? Как у Высоцкого. Тут гад родился псом, да? А я ба-бабом. Ты умрешь ба-бабом. Так от чего зависит гад генетик? Я вижу здесь, ну, у нас новенькие. Ваше мнение для нас это основное. Что, по-вашему, такое генетика? Генетика, ну, уже закладывается в организм, при зачатии, да? И влияет это четко. Если есть вот наследственные болезни, как... Значит, если в наследстве генетики есть... Значит, генетика здесь ни при чем, нет? Генетика при чем? Если человек рождает абсолютно здорово, в зависимости от того, как образ жизни он ведет. Если он поддерживает свое здоровье и в виде здорового режима, он себя хорошо чувствует, и хватит. А если он пьет, курит и едет пасту, то... Значит, генетика здесь ни при чем? Да, можно убить. Значит, ни при чем здесь генетика? Зависит от образа жизни. Человек родился больным, со слабой генетикой или с хорошей наследственностью, как он себя ведет? Это больше зависит от образа жизни. Он же родился больным, со слабой генетикой. От образа жизни, значит, генетика ничто, но образ жизни все. Я к этому. 20% влияет генетические наследственные болезни только, а 80% от образа жизни. Это уже мнение... Ну, я даже не знаю... Сейчас я даже не знаю, на что ссылаться. Ну, на опыт каких-то медиков, которые писали какую-то историю. Вот так я теперь буду говорить. На жизненных примерах. На жизненных примерах, да. Сувор был больной, сам себя поднял. Абсолютно верно. Как мы говорим, как говорит тот Генри, ты, говорит, родился сильным, я слабым, мистер Кольт нас уравняет. Я, говорит, ты родился слабым, сильным, я слабым, и энерджи диет нас уравняет. Вот это я хотела устраивать, правда? Это же образ жизни. Кольт равно. А? Кольт равно. Это же диет. Это же диет. Ну, аллегория же уравняет. То есть, о чем мы поговорим. Виктория касалась слова слизистая, да. Вот если пользоваться агрессивными средствами, гиеной или зубная паста с какими-то абразивными, то теряет силу наша слизистая, да. А что это такое слизистая, ваше мнение? Слизистая это что? Субстрат. Из чего состоит слизистая? Как ваше мнение? Удренные опытом жизненным. А? Вода. Вода слизистой. Да? Вода есть сухая слизистая или влажная слизистая. А сама-то слизистая это что? Влажная или сухая слизистая? Это какой-то слой человеческого организма, да? Да. Слой, который высылается внутренно. Вот. Хорошо. А есть ли входные ворота во внутренности, которые высылаются и на которые идет самая, так сказать, тяжелая часть? Какие места у нас подвержены атаке того, что вокруг нас? Какие слизистые? Нос, вот и рта. Так, давайте, сейчас мы посмотрим. Значит, слизистая рта, дальше носа, еще глаза, так, еще кожа. Кожа, это не слизистая. Уши. Уши. Так, и, как я говорю, уро-генитальные, да, по-врачебному, генитальные области, да, уро-генитальные. Угу. То есть, вот это все входящие ворота для опасностей, в которых мы живем. Какие опасности вокруг нас есть? Вирусы. Вирусы. Отлично. Ну, что назовете, об этом и поговорим. Вирусы. Что еще? Бактерии. 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 Еще что? Грибы. 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 Какие грибы, они что, вот в окружении споры, кто-то на нас может спору кинуть, мы вдохнем, да? Ну, хорошо, пусть будет так. В этом споры грибов. Сами грибы сложно, да, засосать воздухом. Споры, споры грибов. Вот так возьмем, споры грибов. Так, еще. Какие у нас опасности всего? Ну, это может быть токсичные вещества. Перечисляйте, вирусы нетоксичные? Ну, я имею в виду гигиенические, о которых сегодня говорили. Я не знаю, говорите, вирусы это токсичные вещества? Нет, нетоксичные. Нет, нетоксичные. Ой, а что же сейчас-то творится, да? Сейчас-то что творится, если они не токсичны? Вирусы могут быть выхлопные газы токсичные. А вирусы не токсичны для вас? Нет, наверное, не токсичные. Вирусы, сейчас мы поговорим, что такое вирус. Интересно, что такое вирус? И что такое бактерия? Чем они отличаются друг от друга? Интересно? Поговорим. И какую угрозу они для нас могут? И как защищаться от них? Интересно? Интересно. Я даже нос зачесался. Вирусы. Так что еще у нас агрессивное, для нас опасно? Через слизистые. Окружающая среда. Так, перечисляйте окружающие. Мы сейчас сидим. У нас какие микробы? А, микробы. Мы сказали, вирусы, бактерии, это есть микробы. Так. Споры грибов. А еще, что сейчас я говорю? Сейчас скажу, сейчас напугаю вас. Всякие вот эти элементы химические, которые через мою пасту, через еду, воду, да? Может, какие-то антибиотики, которые... Это лекарственные, это лекарства, конечно. Чем стирают? Скажите, пожалуйста, а лекарства для нас могут оказать агрессивное, токсическое воздействие? Тем не менее, мы это подборовольность и покупаем, да, и деньги тратим на это. Ничего страшного, да? Антибиотики же они уже. Антибиотики против живого. Да, они антибиотики. Это наши любимые, да, антибиотики. Хорошо. А вот что такое еда? Скажите, воздух это еда? В горы придешь. Пьешь воздух. Еда для лёгких. Еда для лёгких. Как и вода, да? Еда это или нет? Еда. Еда. Поэтому еда это и воздух, и вода, друзья. Это всё у нас еда. Вот мы так накидали. На чём остановимся? Вирус. Что такое вирус? Ну, простоктор, давайте использовать. И сразу же будет всё вам понятно моментально обо всём. Значит, берём вирус. Что такое вирус? Ваше мнение мне очень интересно. Микроорганизм, могу я себе. Пишем микроорганизм. Скажите, пожалуйста, если это организм, значит, он может самовоспроизводить в себе потомство. Бан-бан, да? Бан-бан, не может. Поэтому он ищет хозяина, где? Ищет хорошую среду, где ему осисть и размножаться. Вот именно. Какая хорошая среда у человека? Слизистая. А что в слизистой находится? В слизистой. Ещё нет, ещё не находятся клетки. Друзья мои, вирус – это внутриклеточный организм. И если нету клетки, вирус не сможет воспроизвести себе подобных. Вирус. Если он не может воспроизвести себе подобных без хозяина, значит, это кито – паразит. Ну, в этом смысле, правда? Он же сам не может. Тогда где он живёт? Скажите, пожалуйста. Где он живёт? Ну, где он живёт? В хозяине. В хозяине. В хозяине. Как он передаётся? Вот он в клетки хозяина попал. И что он с этой клеткой делает? Он ничего не убирает. Он перепрограммирует эту клетку, чтобы она ему подобных производила. Перепрограммирует слово ключевое. Программу пишет свою. Значит, вирус – это что? Паразит. Это значит, что вирус? Ну, включайтесь. Ну, что-то типа мини-программы или мини-компьютер. Это программа? Ну, в этом смысле. Логично, если мы так говорим. Если он перепрограммирует клеточный субстрат, я и тему даёт свою программу, и клетка начинает кого? Производить. Вирусы. Программа зашла, и вирусы что? Они начинаются. Да их просто количество. Сколько их там одна клетка сможет сделать? 10, 15. Вот она выдаёт их. А что с клеткой потом? Всё? Дальше пошла армия 10 вирусов куда? В 10 клеток. И из каждых 10 клеток по 10 вирусов, да? А может быть, по 100? И что вирусы-то? Какая их функция? Какую они программу несут для организма? Устажение. Клеточки универсов. Всё? Всё. Ну так, а где он живёт в воздухе, вирус? А живёт ли он в воздухе? А живёт ли он в воздухе? Да, живёт ли он. А живёт ли он в воздухе? На клеток воздухе тоже. А как он будет живёт? Вот значит, он и не живёт в воздухе, правда? В парках живёт он? Нет. В столовых. В кинотеатрах. Ну, он будет в какой-то еде, в бане. Он будет в какой-то стиле, пролетел какое-то расстояние. Ему нужен биологический. Субстрат перелететь на чём-то. На человеческом субстрате перелететь. Со свиной. Со свиной. Так. Со свиной с каким-то этим. Ну, так а так с человеком-то, если размножается, что с человеком-то происходит? Чах. Ну, раз лет-то умирают. Так что, это видно по человеку, что он умирает от вируса? Видно? Ну, болеет, температура, конечно. Так, он перебаливает и выздоравливает, да, или не выздоравливает. Зависимо от чего? Это иммунитет. А что такое иммунитет, друзья мои? Который борется с сетей. А давайте посмотрим, что такое иммунитет. Что ж такое иммунитет? Где он у нас? Тоже клетки какие-то, правда? Как клетки иммунитета у нас называются? Фаги какие-то, макрофаги, да. Циты клетки, лимфоциты, циты клетки плотинские. То есть клетки, все, которые у нас в организме есть, это что? Это всё иммунитет? Согласны или нет? Но есть, которые клетки защищают слизистую, находятся на слизистой, да? И продуцируют что? Себе подобных. Чем больше они их продуцируют, тем больше защита. И скажите, пожалуйста, какие средства усиливают количество клеток в слизистой? Какие? А? Кислород в клеточку. Ну, кристалл. Хорошо. Кислород придёт в клеточку, и что станет с клеточкой? Она загорать начнёт, да? Она загорится изнутри, будет светиться. И что? И вот эти вот штучки все будут погибать. Ну, сама-то она не сможет. У неё нет такого функции. Иначе посветились изнутри. Смеюсь я. Поэтому надо узнать, из чего состоит наш именно иммунитет. Так вот, всё, что в слизистых, это называется микробиом. Микробиом. Биом. Что такое биом? Ну, это живое, да? Микросоставляющая слизистые в нашем организме. Рта, носа, глаза, уши, урогенитальная область. Это всё должно быть здоровое, чтобы дать откор входящим вирусам и, ну, бактериям тоже желательно. Ну, другой механизм. Ну, давайте разбирать, как мы накормим наш микробиом. Чем питается микробиом? Слизистые. Ваше впечатление, ой, ваше мнение. Чем они питаются, клетки? Любая клетка ждёт что для себя? Комплекс микро- и макро- нутриентов, да? Микро- и макро- это отличаются? Макро- это что за нутриенты? Ну, крупные. Ну, какие крупные? Ну, ну, давайте грамотность сегодня повысим. Крупные какие? Нутриенты, это значит клеточное питание, макро. Какие? Какие мы знаем вообще составляющие, чем питается клетка? Белок, белок, это макро- макро- белок, так, дальше. Углеводы, это что такое? Это движение энергии, углеводы, так? Углеводы нужны, чтобы придать ускорение? Да, клетчатка. Клетчатка для чего-то нужна, да? Но на клетку не входит клетчатка. Так, клетчатка для чего-то нужна. Ещё что мы здесь не назвали белоками? Аминокислоты, это то, на что белок расщепляется. Это аминокислота. А белок мы кушаем, расщепляем до аминокислоты, и это входит в клетку. А ещё что мы кушаем, мы очень любим. Что мы любим? Сахар. Ну, сахар это энергия, углеводы, чтобы придать ускорение всему этому расщеплению. Жир, кто-то сказал, любит, да? Жирненько. А девочки боятся жирненькое кушать. Почему? Отложится в боках. А когда оно откладывается в боках? Когда водичку не кушаешься. Когда не двигаешься. Энергию-то съел, да? Да. Так вот вам сразу же подсказка. От жира энергия расщепляется вся. Она вся утилизируется нашим организмом. От жира бока не нарастают, друзья мои. А? Жесть? Жиры расщепляются на жирные кислоты. Которые играют функцию где жирные кислоты? В биохимии в нашем внутреннем обмене веществ. Сливочное масло можно есть? Конечно. А как же? Чтобы знать биохимию, на что у нас животные жиры, сливочное масло завязаны? На гормоны. Вот нет у животных жиров, и гормоны не образуются. А когда жир идет в организм, гормоны начинают что? Ускорять и сжигать что? Жирок. Углеводы. А углеводов много, тогда что происходит? Вот и откладывается. Вот и откладывается, когда не двигаемся. Так откуда у нас жиры-то растут на боках? Когда не используем углеводы для энергии. Не использовали, получите депо. А депо у нас в клетчиках жир. То есть углеводы за ночь переходят в жир. Вот и все механизм. То есть жиры разные бывают. И бока-то у нас как раз наращиваются не от тех жиров, которые гормоны заводят и расщепляют все, а те, которые вам даны для энергии. Или не ешьте тогда эти углеводы, или двигайтесь активненько сразу в течение двух часов, сжигайте их. Тогда мышцы у вас получат что? Энергию. Тогда мышцы будут эластичными, да? Потому что вы их используете. А когда вы их не используете, что с ними происходит с мышцами? Дряблыми становятся. Вот и все, механизм. Если вам дали для тела, как Витория говорит, чтобы его обслуживать, так обслуживайте грамотно, чтобы мышцы ваши получали энергию и стали эластичными. Вот ваша и красота, друзья мои. Сбалансированное питание, активный образ жизни, да? И водичку, чтобы слизистая была влажная, да? Чтобы в этой влаге, что происходило? Формировался иммунитет, иммунные клеточки. А вот мы сейчас и будем рассказывать. Те агрессивные средства, которые есть в масс-маркете с абразивными и прочими павами, да? Которые снимают вот эту липидную, жировую прослоечку, мантию, которая защищает от всего и становятся открытыми воротами для... Ну, что мы перечислили? И вирусов тоже, друзья мои. И вирусов тоже. Когда открытые ворота, снимается защитная плёночка, жировая, какая угодно, слизистая там составляющая, да? Тогда открытые ворота. А если мы постоянно вводим в пищевой рацион те продукты, которые содержат компоненты, влияющие именно на слизистую, на клетки? Вот когда рождается ребёнок, почему мама кормит его своей грудью молочком? Что же в этом молочке там в материнском находится в составе? Прежде всего молозива, да? Которая несёт в себе что? Знаете, что? Иммуноглобулин. Иммуноглобулин. Белок для иммунитета. Иммуноглобулин. Глобулин – это белок. Иммуна для иммунитета. Иммуноглобулин, когда идёт в организм, у нас слизистая какая? Сильная защита, великолепная. Где у нас слизистая? Не назвали ещё. Кроме внешних, где у нас внутри слизистая? Слизистая. Слизистая. Весь желудок, весь пищевод. Всё выслано слизистой. И чтобы вот это внутри не было агрессивного поражения, этих слизистых, нам нужен иммуноглобулин. А где мы берём иммуноглобулин? В какой еде? Молозива нету. Есть молоко. Да? Есть сыворотка молочная. Правда? Почему? Кумысы все делают, айраны. На чём они делают? На сыворотке. Природа. Люди из древности знают, да, что укрепляет иммунитет, делает. А в нашей пищевой промышленности где? Кефир. Ну, кефир с утра вечера же не будешь пить. Правда? Как-то не надо выпить, чтобы... Действительно, это же просто хочется ещё и покушать. Ждут ещё и жиры, и белок ждёт организм для того, чтобы защищать... Белки же функцию большую несут в нашем организме. И транспортную, и защитную, и гормонную. Это основа белок. Всё. Белок – это у нас просто основа всего. Если белок не поступает в организм, у нас страдает внутренний обмен веществ. Сил нету, мышцы дряблые, защита тоже падает, да, двигательная активность падает. Короче, нам нужно сбалансированное питание. Нам нужно всего понемножку. Ну, в определённом, чтобы не было перекосов. Много углеводов – плохо. Много белка – тоже плохо, да, много жиров – тоже плохо. Много клетчатки – тоже плохо. Значит, нужен какая-то середина. Для этого у нас есть, ну и что? А уже сбалансированный функциональный продукт питания. Она уже диет. О нас позаботились. Видимо, знали, что будет происходить. Черновая часть там. Поэтому нам уже сделали. Но когда-то это, ну, как сказать, вызывало какое-то недоверие. Непонятно, как сделано. Время было, ну, 30 лет назад вообще. Понятия не имели, что можно сделать сбалансированный продукт питания, да. 30 лет назад не было таких проблем в экологии и в других областях, да. Не будем говорить о рождённом СССР. Знают, что у нас никогда не было проблем с едой. Никто не говорил. Просто поесть побольше, побегать побольше. И в норму всё приходит. Потому что организм получал натуральные продукты питания, которых узнавал организм и мог регулировать. В данном случае в наш организм поступают те, ну, тот состав продуктов, который организм не узнаёт. Но переваривает, переваривает. У нас есть соляная кислота в желудок выделяется. Переваривает даже пластмассу, правда? Ну, съедаем же пластмассу. Мы же не знаем, что внутри сделано. Ну, съедаем же, правда? Только на выходе получается, что иммунитет-то не получил то, что он хотел, натурального. И мы знаем, что иммунитет начинает страдать, что у нас возникают вирусные и бактериальные заболевания. Значит, вирусное, понятно, это вообще атака. Когда вирус попадает на слизистую, как вы думаете, с какой скоростью происходит его размножение? А? Колоссально быстро. И если вот эти вирусы попадают в лёгкие, называется вирусная пневмония, через три дня человека нет. Нет, это вирусная пневмония. А что уже атипичная, я не знаю, что это такое. А так говорят, знаете, на слизистую. Заборин такое напишут, что вообще думаешь, да? Поэтому вирусная пневмония, я как вам, врач высшей категории, терапевт, с 35-летним стажем говорю, от вирусной пневмонии надо успеть спасти человека. А ребёнка это мгновенно. Там генерализация идёт. И у стариков тоже. Но чтобы вирус распространялся, нужно найти такой вирус, который бы поражал всё. Когда иммунитет вообще в боль. Когда химиотерапия, когда вообще иммунитета нет, и вдруг попадает вирус, и ему не оказывают должность. Только в этом случае. Так что здравствуйте все остальные вирусы на Земле. Но у нас природная защита в слизистой есть. Поэтому сначала это нос, потом глотка, потом желудок с соляной кислотой, потом кишечник. И мы видим, где у нас слабость. Или у нас рвота, не пускает дальше отравление, сильный вот здесь иммунитет, выкидывает всё. Или у нас расстройство пищеварения, жидко, значит, слабовато здесь. Только так определяем. А так, знаете ли, организм у нас создан, чтобы противостоять всем пятам, которые на Земле. Иначе для чего мы так созданы? Что ж такое бактерия? Ну, с вирусами разобрались, да? Как избавляться от вируса, знаете, нет? Не знаете. Давайте подумаем коллективный разум. Не искусственный интеллект, а коллективный разум. Пить водичку. Пить водичку, чтобы слизистая быстрее что? Промывалась. Измывалась. Кровь попала. А для чего водичка нужна? Разжижать. Водичкой мы всё промываем, да? А если ещё водичка соответствует каш крови, да? И тканям нашим, так вообще быстрее процесс пойдёт, да? В этот момент, когда у нас высокая температура, и мы должны помочь организму изгнать вирусов из организма. Что нужно делать? Пить больше и обязательно понизить температуру искусственно, да? Чтобы прекратить этот процесс защиты, да? Ну почему же все же врачи дают жаропонижающие? Чтобы потом перенедили лежать в лоскопе. Ну жаропонижающие же для этого и даётся. Чтобы снизить температуру. Ну вот температура же повышенная, это естественная борьба. Совершенно верно. Я провокационный вопрос задала. На 38 мужчине тебя дают понижающие. Чтобы организм сам избавлялся от... Ну так, выбор. Надо помочь организму. Скажите, пожалуйста, а есть ему надо или нет? Нет, в этом состоянии не есть. Не есть. Так откуда силы-то брать? Подождите, давайте, давайте. Откуда силы брать? О, нам нужна такая еда, которая бы энергию не требовала, да? Уже белочки все переваренные. А где они переваренные? Баночки не переварены, здесь в сухом виде всё. И ферменты в сухом виде не переваривают. Вот как только с водой соединили и с молоком, тогда вступили ферменты и расщепляют все белки и жиры. Только в стаканчике, как в нашем шейкере, в любом происходит расщепление макро-нутриентов на микро. И в таком виде организм, не тратя энергию, получают в кишечнике, сразу же всасывается через 20 минут. Это будет хорошее спорье воюющим. То есть, энергия эта придёт, чтобы бороться? Не энергия придёт, а придут именно аминокислоты для образования клеток, которые погибают в этой схватке. Это же как будто снаряды подаются, чтобы борьба была. А если этого нет, иссякнет, и поэтому может произойти тотальное поражение вирусами. Вот для этого энергия диета у нас вообще незаменима. И раз пять, если в день покушать, а надо каждые три часа давать энергию, составляющую здесь аминокислоты для клеток, тогда почему мы быстрее поправляемся, то с энергию диета, вот именно поэтому. Понимаете, вот, не более почему. А это ещё и вкусно, правда? А здесь сколько витаминов, кто помнит, кто хорошо знает состав? А? Витамины для чего нужны? Там и жирорастворимые витамины, и водорастворимые витамины. Почему вот и то, и другое нужны? А? А потому что белок расщепляют, усиливают расщепление, ускоряют водорастворимые витамины, ускоряют процесс, они как коферменты выступают, а жиры расщепляют, ну не расщепляют, а ускоряют процесс расщепления жирорастворимые витамины. То есть этот процесс ускоряется, обмен веществ ускоряется, быстрее выделяется энергия. Вот этим и отличается. Или у меня нет энергии, или у меня быстро все поступает, и мой организм быстро справляется с этим. Вот вам витамины для чего нужны. Это коферменты, а не ускорители расщепления. Поэтому если я просто ем без витаминов, у меня энергии долго нету, да? Расщепляю, лежу и расщепляю, энергия вся уходит на расщепление, и сил нету что-то другое делать. А ел витаминчиков, и все усвоилось быстрее. А сейчас фрукты какие? Пустые. Ем якобы витаминчики, и ничего не происходит. Вот опять, да, обман. А это опять обмана. А у нас обмана нет. А стоит немерено. А стоит немерено, деньги заканчиваются, сил нету. В общем, короче, видите, как все имеет, все взаимосвязано. Поэтому вопрос. Я услышу, поверю или проверю. Правда? А проверить как? Одна порция энергия стоит 140 рублей. В баночке 15 порций. И в открытом виде 2 месяца срок хранения. А я ее за 2 недели съедаю. А в закрытом виде 2 года. Чувствуете смысл? И люди, которые имеют в запасах баночки, да, как говорил Жванецкий, а вдруг война, а у нас все было, да? Поэтому вот от этого. Идей не сохраняются, возврат дают, да? Компания как-то возврат дает. На подарочные что-то кидаешь, да? То есть тема какая-то зашита. И Россия все это придумала и дала нам, может, 20 лет назад. Мы на контенте. То есть у нас какой-то есть, что у нас есть? Поддержка какая-то есть, правда? Она заботится, правда? То есть мы чувствуем, что мы не одни в этом мире. Даже на расстояниях, даже на разобщении все равно у нас есть. Поэтому вот это наша защита иммунитет. Кормим. А как, скажите нам, иммуноглобулин? Вы знаете, без иммуноглобулина какие заболевания бывают? Если ребенок рождается, у него формируются собственные иммуноглобулины только с 4 месяца рождения. С 4 месяца у ребенка формируются иммуноглобулины собственные. Поэтому нужно вскармливание материнское. Понимаете? А если не получает ребенок иммуноглобулины, значит, у него иммунитет не сформировался. Вот вам, пожалуйста, детские болезни, когда говорят, что девочки не хотят кормить на смесях и так далее. Вот они все иммунитеты. Нулевые. Поэтому обязательно до 2 лет кормить надо. До 2. Минимум. Минимум до 2. Минимум. А что? Ребенок здоровый будет, сытый, у мамки нет проблем. Всегда. Вот это другой вопрос. Надо разбираться, почему у мамы нет стресса какой-то. Только стресс может не давать молока. Стресс. Снимать стресс. Свернуть молоко. Конечно, можно восстановить. Если оно не перегореет, не перегорит, тогда да. Надо успевать, успевать, контролировать, водичку пить. Вода хорошо дает молочком. Поэтому. Такая история. Так у нас компания позаботилась. И нам дало, скармливала мне материнское. До сих пор. Именно биотюм, именно наш лайффактор. И содержит в себе то молозиво, сыворотка молочная, которая содержит иммуноглазулины. Друзья мои. Это феноменально. Просто феноменально. Почему мы сразу же потребляем этот продукт? Начинаем хорошо спать. Мы начинаем стрессоустойчивость проявлять. То есть мы не реагируем на то, что раньше нас приводила неуравновешенность. У нас начинает хорошее настроение формироваться. За счет чего? А за счет того, что именно иммуноглобулин в слизистой восстанавливает стопроцентное наличие именно микробиома. и в кишечнике. И когда в кишечнике находится сформированный вот этот микробиом слизистой, он начинает выделять на солнце или на витамин Д3, ну, гормон, вот этот гормон Д3, крепежир и так далее, вот это вот, он выделяет эндорфин. Кишечник начинает в кровь выделять эндорфины. Что такое эндорфины? У нас становится хорошо на душе, у нас запускаются наши собственные гормоны. А эндорфины, в свою очередь, включают выработку мелатонина. А мелатонин это гормон сна, гормон долголетия. Почему старички плохо спят? У них иссякает, у них нету слизистой кишечника в необходимом составе, они содержат в себе, микробиом слабенький, то есть нет иммунитета. Смотрите, как все завязано. А что такое, когда слабый иммунитет, это какие заболевания? Аллергии, какие еще заболевания, мы знаем, гастриты, язвы, стрессы, да? Как? Давление. Давление? Гипертония? Ну, когда реакция неадекватная, то да. Это же психическая реакция, давление, как формируется? Это может быть от заболевания почек, адреналин все время выделяется, да? Или я реагирую на что-то повышенно, да, стрессом. А если у меня реакция снижается, я спокойно реагирую, давление нормализуется. Смотрите, как все зависит, зависит, да? Поэтому, какой кишечник, так он влияет и на наш мозг. Ну, там тоже есть центры у нас, которые раздражаются, но говорят, что в кишечнике на 95% выделения вот этих гормонов всех, а она уже изучает, это лет 40 только назад определили, что есть микробиом. Ну, наши соотечественники раньше считают, что непонятно. А это целый орган, знаете, если все микроорганизмы наши, наши слизистые, воедино собрать, это где-то 2,5-3 кг, это отдельный орган. Так вот, эта слизистая должна содержать все. Если она не содержит, то это входные ворота. То все заболевания, я даже могу вам зачитать, какие заболевания, завязаны на иммуноглобулине А. Именно. Их очень много. Ну, я вам так скажу. Аутизм детский завязан на этом. Аллергия, астма, язва, гастриты, аутоиммунные заболевания. Какие мы знаем? Волчанка, псориазы, рассеянный склероз. Это все завязано именно на микробиоме. Это уже доказано на сегодняшний день, но нету средств, которые кормят клетку. Это еда. Это не лекарство. Она концентрированная еда. И ее рекомендовано есть вместе с обычным приемом пищи. Всасывается все в слизистую. И все это идет на всю слизистую организм. результат на восьмой день. Вы уже спите как младенец, у вас уже сила мышечная идет, вы уже устойчивы, стрессоустойчивы, у вас уже нету заболеваний никаких, которые раньше были. Вы отмечаете, что у вас перестает детей гной из ушка идти, или аллергия проходит. Знаете, что лечь это все? Именно через это. Это не просто панацея, ем, как волшебство происходит. Все это на клеточном уровне. Все это именно на слизистой, на иммунитете, на нашем защите. Ну вот как-то так я вам рассказала. А как лучше принимать есть ее вместе с едой? Перед едой, да. Прямо непосредственно? Или может там зачатый? Или лучше пьемпет. Нет, перед едой как вот лучше? Перед еду. Это же еда, но она концентрирована, она смешивается с вашей едой и переваривается, идет куда надо в клеточке. Идите в клеточке. Какие не родители, что у нас нелюбимые, что ли? Может быть какой-то другой. Какой другой? Не концентрированный. Так нет, есть доза, доза есть. Для взрослого два стика, для ребенка один стик или пол стика, в зависимости от его возраста. Вот и все. А это еще и вкусная сладенька, тут еще и шоколад натуральный, тут еще и тут состав пребиотики, которые КПД, состав, это называется комплекс продуктов Дубинина. И создавался этот комплекс продуктов Дубинина, это два человека создали, 13 лет подбирался. Пребиотик, это то, что кормит эти колонии бактерий, которые поступают к нам именно в микробиомы. Их надо кормить, ведь правда, чем? Пищевые волокна, самые полезные, все разрабатывалось, чтобы они все это поглощали. То есть это готовый продукт комплексный, который поступает в наш организм и начинает жить и работать. То, что у нас удалили антибиотиками, то, что у нас удалили чем еще? Некачественной едой, стрессом и так далее, и не восполнили. Знаете ли, удалять можно антибиотиками, а восполнять простите, чем? Да, Лиля? А вот иммун или албумин, он еще в каких продуктах есть? Есть ли он вообще кроме молока? Ну, в основном он именно в сыворотке молочной. Почему с детства всем молоко пить детям? Ну, мы рождены в СССР, я всю жизнь пила молоко. Я его любила и сейчас люблю. Вопрос, что сейчас в молоке добавляется и какого вкуса он? Как коров там обслуживают и так далее? Что в состав? Это второй вопрос. Есть вкусно или невкусно? Проверять нужно, створаживается он или не створаживается. Все. Если оно створаживается, значит, натуральное молоко пить. Если не створаживается, горькое это антибиотики? Горькое это, чаще всего, оно горькое. Так это антибиотики присутствия. Просто пока оно еще не не створажено, оно не проявляется. Как только не створаживается, время подходит, все не держит, уже система не держит. Так вот, это именно то, что восстанавливает утраченный иммунитет с годами и от того, как нам продукты дают, ну, по составу геноманифицированные и, естественно, пищевая инженерия, она их просто составляет с целью коммерции. Ну, удлиняет срок годности, удаляет плечатку, да, рафинирует сахара и делает трансжиры в виде с этих, как они называются, сыров, разновидности, пожалуйста, это все плавленые сыры, маслицы, маргарины, это все проявления трансжиров. Что такое трансжиры? Ну, это пальмовое масло, которое ни в чем не виноват, от того, что она дешевая, дешевая, потому что пальму легче, вы садите собрать, да, чем оливки, поэтому оно дешевле, берут это пальмовое масло, на высоких температурах, скажите, на 100 градусов, если пальмовое масло подвергнуть, что происходит с ним? Да ладно, на сковородке, что с ним происходит? Плавится. Плавится. А? Плавится. Ну, оно просто испаряется, значит, надо побольше температур, да? На водороде дают больше температуры, оно переходит в мягкое, в твердое состояние, то есть оно было жидкое, а твердое состояние это как масло лица. И скажите, наш организм, в желудке которого 40, самая большая температура, и то, когда мы выливаем, а так 37, 36, внутри желудка, мы сможем растворить вот это? Нет. Поэтому мы не можем эмульгировать, в 12-перстной кишке не происходит эмульгация, что происходит в 12-перстной кишке? Переход крупных молекул, жиров, мелкие, чтобы усвоить это все всасывание в кишечнике. Так вот, эти транжиры, они не эмульгируются, наш организм не может их расщеплять, потому что это искусственно созданное, поэтому он в таком виде, куда наступают сосуды, там он находит себе место, где какие-то изнутри есть ссадины. А какие ссадины? Как только стрессанул человек, кальций вышел, так и ссадина где-то внутри на сосудике. Вот как-то что-то понервничал, так на каком-то сосудике. Вдруг раз и залепляет. Залепил он изнутри сосудик, да? Изнутри залепил. И что дальше происходит с ним? У меня сляжка. Да ну, еще один какой-нибудь пластилинчик прилетит к нему опять, да? Мы же кушаем, вот они не сразу, не за один месяц вырастают, вот эти атеросклеротические пляжки, годами накушиваем их, да? Вот еще выросла, а потом густая кровь, фибрины, что делают? Фибрины наматываются на них, ниточки фибрины наматываются и происходит. Что образование на букву Т? Тромба. Тромба. Вот и все. Тромба. Выделили одну, маловато. Сейчас принесут. Вот, тромба. Ну и живет себе этот тромб, живет себе этот тромб, живет себе этот тромб, да? Ну, потом с ним что происходит? Ну, конечно, потому что он уже, так сказать, большой, током крови и куда-то летит. И где уже сосуд, там закупоривает. Вот вам инсульты, вот такой механизм образования. То есть мы их наедаем, да? Что делать, чтобы он будет их нарастаться? Просто менять еду, менять пищевые привычки и, как говорили девушки, сегодня образ жизни, да? Поэтому эндерджи диеты, это у нас и есть образ жизни. И сытый, да? И здоровый. И у нас даже, ребят, я-то 10 лет уже в теме, как кормлюсь сама, и у меня окружение кушает. Наши менеджеры за 5 лет снимок сделали, спасибо. Коронарографию и увидели, что за 5 лет из, так сейчас, 30 процентов, ну, вот такая пляшечка, вот здесь 30 процентов, да? Сказали, ну, у вас только 30 процентов в этом месте бляшечка, дальше у кранты. А через 5 лет сделала, у него, значит, вот так открылось на 50 процентов при изменении пищевого рациона и образа жизни. и другой товарищ, я знаю, у меня пациент был, которому уже приговорили, ну, все, оперировать нельзя в стволе головного мозга, в сосуде, здесь вот такая пляшечка, оперировать нельзя, потому что продолговатый мозг, уйдут множественными тромбами. А куда девать? Нельзя вставить стенд, потому что тонкий сосуд тут тоже не выдержит. Короче, сказали, ну, все, губай, да. Ну, и я им сказала, есть шанс, пожалуйста, меняйте образ жизни, год вообще только на растительном, но не подкармливайте вы эту пляшку, ну, не давайте трансжиров. И знаете, вот так, уже пять лет прошло, забыто все, и прекрасный образ жизни уже на 70-74 года человеку это. Так осмотрели, взошлось, дело уже. не пошел уже, сказал, все, уже до свидания, живо и буду знать. Вот, поэтому порошки превратились в приятные коктейли, да, химические порошки превратились в приятные коктейли. Поэтому даже, такая вот история, то есть у нас за 10 лет результаты уже у меня на ютуб-канале все интервью давали, ролики сняты, и результатов очень много таких людей, которых, ну, я в практике в своей не представляла, что можно как бы избавляться от хронических болезней. Организм может избавляться от хронических болезней, как выяснилось, это правда, по логике. Дайте ему только возможность. Организм возьмет себе то, и ему не надо давать то, что ему не надо. Понимаете, помогите организму, он сам включен. Поэтому раньше долголетие было на Руси. Нам что говорят, это другой вопрос, да? Салтыков Щедри написывал, как два помещика гоняли молодуху, им там по 115 лет молодуху, по двору гоняли дворовую девку 80-летнюю. А что, вы улыбаетесь? У меня бабушка 103 года прожила. Вот именно даже в таких условиях, правда? А если дать, значит, у вас хорошая генетика, вам бы только образ жизни сегодня дать здоровый. Welcome. Ну, в смысле, вот, еще на 50-60 лет, чтобы сохраниться, пожалуйста, поэтому вас привели, наверное, сюда. Ваш выбор, выбор за вами, да? А я про генетика можно сказать? Вот такой вопрос, хотелось бы его забыть, но всегда у меня сейчас спрашивают, что у вас. Что-что? Продукты из генетика. Так уже объяснили? Нет. Продукт живой, он живой продукт, там нет антибиотиков, потому что антибиотики бы съели, сразу же, там нет антибиотиков. Он настолько живой, что он, колонии живут, да? У них идет процесс, а какие продукты жизнедеятельности живого микроорганизма? Выделение углекислоты любого. Просто, которые вздуты, они уже готовы. То есть, углекислый газ вышел уже, все, они готовы. Просто съедаешь, и мгновенно они включаются. А там, где еще не вздуты, вы кушаете, в организме они доходят до этого состояния. Вот, и все. А может, вы так же что я неправильно принимала его? Я принимала не святой, а до еды, допустим, за частой еды. Знаете, ничего страшного, я думаю. Да-ка что, ну, съели и съели. Я думаю, что это живой продукт, который всегда найдете в применении. С едой, с едой. Может быть, вы так поели, и все. Ну, у вас слизистая, крепкая. Получалось, что поела, а потом через час, то есть, через полтора, как ты. Ну, живое, здоровое. Все нормально. у меня лично отбивает вообще желание кушать. Тогда после еды. Я иногда забываю до еды. вот, аппетит, ну, желание кушать не появляется в течение дня. Отлично. Я вам даже могу сказать, что содержится в нем. Знаете, что там белки есть? На 20 грамм, на 2 стика, вот 2 стика, вы съедаете 6,5 грамм углевода, 2 грамма жира, 1,5 грамма белков, 0,4 грамма витамина Е, тока феррол, это вообще витамин Е шикарный, и калорийность 50 калорийность. Но сам по себе, знаете, вот, если вообще еды нет, я думаю, на этом можно очень долго держаться. По-децепене, вот я уже в правую упаковку начала, да, вот у меня вздутый продукт, и как бы такого вот, какого-то эффекта я практически пока не хочу. А какой вы хотите эффект качествовать? Все говорят, на того одно, другого, другого, там сон там. У меня, я не могу сказать, что у меня сон нормализовался. Могу иногда уснуть сразу, и могу полночи проворочиться. Ну, накопить надо еще время-то. Мы уже 9 месяцев уже, вот уже иногда бессонницу накроет, так накроет, не по детке, посмотришь, как материальчик, поволнуешься, не оторваться, все, ты 4-х часов, он не кончится, все, смотришь, смотришь, я стараюсь, я стараюсь, я меняю режим дня, я стараюсь, вставать раньше, как будто, полностью меняю режим, режим дня, вот, и еще один момент, вот принимать, допустим, как, лучше, допустим, курс принял, вот, курс биатюна, потом курс биодрона. Про биодрона еще не говорили, я вообще говорю, давайте расскажу про биодрона, что такое, вы поймете. Нет, но я его уже принимала, я уже где-то 2 месяца принимала биодрона. Это разные совершенно. Я поняла, но они разного направления. Нет, понятно, но лучше же делать какой-то перерыв между ними, не постоянно же их принимать. Я сейчас расскажу, биодрон, это то, что девушки биодрона, про биодрона, вот так его любовно назвали, но мы не знаем, мы, так сказать, взрослые девушки, что такое дрон, знаете, а тюн, ну это молодежь, тюнинг машины, дрон, нет, право, это звук. Девушки, пусть он затюнинговать машину. Почему тюнинг? А я не био, я не пробил, я сейчас сказал, а тюн. Музыка, модернизация, модернизация, тюн, значит, модернизация вашего био, это биотюн. Какая модернизация, вы увидите у одного рано, другого поздно, у третьего, вот надо, чтобы модернизировать, насколько там, да, генетика, как вы говорите, и образ жизни, который вы вели, может вы с Чернобыля там приехали, я там утрела, да, или были в каких-то горячих точках, там, военных действиях, так вам, наверное, подольше надо, да, пройти курс лечения, или заболевает человек, вирус у него 39 температур, так помочь ему дать не два стика, а четыре, да, стика в день. Помочь-то надо же, вот, оттянуть эти снаряды, то есть у нас это как инструмент, профилактически это два стика, ну, на среднестатистический вес, возраст, так далее, а если детям, старичкам, или там больным, это уже как инструмент, друзья мои, затюнинговать организм, в каком он есть, а что такое дрон? Ну-ка мужчины, транспорт, это транспорт, девушки, вы знаете транспорт, дрон, видел кто-нибудь? Да, вот мальчишки, девчонки там, там, ж-ж-ж-ж, скоро, не дай бог, все летят, да, пусть, так вот этот дрон, который летает, на него можно, летательный аппарат, на него можно все что угодно присыпать, хочет кинокамеру, хочет тух-тух-тух-тух, почта будет скоро работать, на почте уже работает, дронами в Эстонии, я вот снимала, там дрон ездит, куда-то по адресу ему запрограммирован, такой смешной, смешной, с фанцами, с флажком, с таким, какой-то пьяный один, этот эстоний с ним даже подрался его поколотил но получилось хлопотал там штрафы ездит и ездит не прокачано еще так вот биодрон значит он летает где-то летает если белый значит нашим организм что здесь находится что летать может в нас то скрыть и молекулы какие-то могут летать на молекулы знаете что здесь молекулы это молекулярные из растений вынули молекулы сюда не вы не вынули пестициды то что в растении до ксенобиотики пестициды они на фермерских участках да у кого на даче растут так вот там с пестицидами у вас помидоры агурцы вы же не можете без пестицидов из земли то ведь все получают они с водой правда а вот здесь без пестицидов уже рукотворный продукт тут уже вынули пестициды из растения и дали молекулы чистейшие которые составляют поэтому этот продукт еда в сто раз чище и безопаснее фермерских продуктов и все что на даче так вот эти же молекулы есть в кислотах скажите вот когда гумус компостная яма что происходит перегнивает кто там это делает кто-то же перегнивает это правда бактерии и потом идут какие-то молекулы питательные кислоты которые всасываются корневищем и дают рост и растениям так кто же это что же это такое молекулы то до кислоты которые дают смотрите как вот весна так опять зелено все все растет да и опять а после гэма отчета как-то ничего не растет да так вот здесь вот эти кислоты из вот глубоких пластов выделены они называются гуминовые кислоты гумус который функция которых давать рост всему живому сила такая энергия они гуминовые куровые гуминовые их функция вытаскивает тяжелые металлы из нашего организма антибиотики все токсины дрон такой летает молекулу пришла концентратом с водичкой и летает по всей крови по всей и вытаскивает что антибиотики вирусы что там еще у нас ненужное лекарственные какие-то токсины что еще тяжелые металлы из костей фторы там всякие нитраты все что у нас осела гуминовые кислоты вытаскивают у нас а там еще есть фульвовая кислота а вот фульвовая кислота она в себе содержит молекулу одна молекула этой кислоты содержит 14 здесь 21 0 и тетратриллиона 21 тетратриллиона электронов одна молекула содержит вот такое количество электронов что делают электроны мужчины заряжают энергию дают при встрече с раковыми клетками социфичными вот так как мыльные пузырь разрываются там страх вы клетки свет не любит такой даже метод есть лечение ослеплять и вот это делает это фульвовая кислота встречаясь такой клеткой она же как мыльный пузырь и разрывает то есть профилактирует профилактирует а вторая функция и много же электронов то эти электроны заходят в клетку клетку заходят собирают продукты жизнедеятельности в этой клетке просто мусорщик такой и тот же переделывают вот они могут так делал переделывают ем питательные минеральные вещества которым она опять питается фабрика мусорщик переделывает и питает поэтому энергия опять идет клетку правда вот это делает биодром вечный двигатель вечный двигатель для нашего организма американцы это сделали они лечат флюорозы потому что очень много фторированной воды в америке в некоторых штатах у нас тоже есть области с повышенной фторированностью московского мастерская алка мужская красноярская заболевание флюороз это именно оседание фтора в костях наш и вызывает что флюороз но также у нас ведь есть какие-то тяжелые металлы которые вызывают остеопороз как только оседает тяжелая металл кальций выходит вот вам просто порос это профилактика вот этот биодром профилактика онкологии остеопороза и антибиотики еще учащает а зачем вы же это нет это вот если вы не переезжаете в тайгу землянку или на канарские куда-то на остров белые кости у вас нету этого но там вот пожалуйста это ваше право как страха может быть стресс может быть волнение повышенное нет нет биодром я думаю что кормящих не стоит ничего давать кроме отюна если воспаление да наверное можно но пока я думаю пока кормящие пускай молочко будет именно на 5 все все остальное у иммунитет сильный она будет бояться она больше от страха получит результат знаете да реакция страха она вреднее чем вирус кто сталкивался кто стал сталкивался сейчас весь мир столкнулся правда со страхом правда и болезни у них от чего от страха да ладно от вируса форчку открывать нельзя вдруг залетит ну да и как идет человек пустая улица он идет в маске бабушку в лесу в маске видели страх чего страх чего заразиться нет 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 штраф заплатить умереть никто не боится русского напугать не а штраф заплатить да одену маску и только не расстаться со своими четырьмя тысячи а что если без маски не дошлахнут а пугают же пугают сейчас поверите мне не штрафуют не на 1 машине это смешно мне не в машине нет а ко мне меня не штрафу меня не штрафу друзья на если мы все не боятся то что что будет если мы все не боятся они начнут бояться хорошее средство от вируса самое лучшее средство от вируса телевизор не смотреть друзья мы же говорили в начале чем отличается вирус от бактерий бактерии это организм клетка который может воспроизводить себе подобных на карме и мы кормим месяц и она здоровенькие клеточки нам воспроизводит правда то есть у нее все есть там ядро и метафондрии все что угодно везде происходит еда пришла на себе подобную воспроизвела вирус он что несет информацию несет уже энергия программа до любой вирус несет какую-то информацию перепрограммирует ветку и она эту программу выделяет а а извините откуда это вирус то вылетает программа откуда да ладно откуда вы узнали откуда вы узнали на своем личном опыте я ничего не говорю я где вход там и выход подождите дождитесь мы говорили вот как он и тучи мышка умерла и все ну и куда дальше он делся мне говорят кто-то съел в китае а еще какие-то мнения есть сколько людей столько мнений все откуда эта информация друзья мои друзья мы откуда информацию вас на улице не ходите мы не намыливается ваню не ходите что голову нам и учет кто-то рядом говорит да зубоящих нас обе с тоже бабы на скамеечке не скажет информационный вирус как там говорят аккуратненько не открывайте программу компьютерный вирус летит он компьютерную информацию программу ломает естественно если вы биоробот у вас программа в голове а если разум если вы на высоких вибрациях разум-то у нас общественный и ни за что у меня свой разум совершенно верно а как он на каких частотах кто-то на низких частотах кто-то на высоких я не ловлю и я не ловлю обратно низких окно на низких сил и вот и все ответа а низкие частоты это что а это все строительство эти обиды вот это все все это низкие частоты но когда от этого всего избавляешься могу как избавиться от этого скажет он любишь а подскажите как избавиться человек он весь страхов и зависим от это кстати вот 5 очень помогает избавиться настроение ставит хорошее человека четко как-то на другой потянет и ногу посмотреть повязать там что-то поделать все и как-то выздоравливает сразу же ну так вот вам ответ его не зря говорят а все остальные вирусы коронавируса и прочее но это посылочки давайте коронавируса они вот месяц уже кушает детеныш твой до ночёныш и он уже коронавирус от мамки взял у нас ведь вирусов много в нас только их мало много разновидностей их мало у нас иммунитет хороший знаете у нас он есть этот коронавирус у всех потому что все с собачками с кошками все время гладились целовались обнимаются ну и все делайте выводы у вас есть иммунитет на него вы не болеете или болеете а как проявляется коронавирус их клиник да ладно это гриб но это правильно чуть-чуть носоглотки носоглотки он живет правда пожил тут немножко и все вот вам весь коронавирус а гриб когда трясет мышечные боли там температура покрепче коронавирус даже слабее чем гриб поверьте ни одну эпидемию пережили только потом почему-то какие-то прививки стали делать ждут гриб а а приходит гриб б сделали прививку от гриба а да некоторые до сих пор валяются от этой прививки ходят болеет тоже монтед слабый а эти поэтому делайте выводы друзьям и вот это и есть мы повышаем вам вибрации мы к разуму к вашему чем думать то каким местом мы думаем кишечника мы думаем а если в кишечнике нету чем думать в голове низкие вибрации становятся страх поселяется друзья мои проверено спасибо большое всем после вопроса